Похоже, в ближайшее время нас ожидает поток корейских фильмов и сериалов. Это связано с новостью о том, что Netflix в 2022 году планирует выпустить 25 южнокорейских шоу. Звучит впечатляюще, и после успеха игры в Калимара может показаться, что нас ждет много интересного. Как результат, вынимание широких масс к гидрамам в этом году будет на высоте. Но не спешите радоваться. Для начала разберем, по какому принципу, собственно, создаются южнокорейские сериалы, и как сказывается на общее восприятие произведения. Как правило, телевизионных дорамок 16 серий на сезон. Причем первые 8 входит в течение месяца, по 2 в неделю. Потом берут небольшую паузу и проводят опрос среди зрителей, что из-за ее виденого им понравилось, а что следует изменить. Благодаря такому подходу, вторая половина сериала может запросто ощущаться совершенно иным произведением. Другая тональность, иные акценты. Меняется даже внутренняя логика и сюжет. Можно задать встречный вопрос, а чем тогда этот входит отличается от стандартного, когда сериалы выходят по сезону каждый год? Ответ. Во времени. Там, где американские сериалы имеют больше срок производства, от нескольких месяцев до полутора лет на сезон, корейские снимаются буквально за жительные недели. И между показом первой части сезона и второй проходит меньше месяца. Для примера возьмем «Лучше звонить и соло». Авторы сериала напрямую говорят, мы будем снимать новые серии тогда, когда напишем крепкий сценарий, проработав все варианты развития сюжета. И между пятым и шестым сезоном пройдет почти два года. Разумеется, и факт, что в Netflix будет такой же подход, как и в классических пидорамах. Но на волне популярности корейских шоу обычный зритель, решивший самостоятельно ознакомиться с ними, может столкнуться с вот таким вот эффектом. Первая половина сериала крутая, вторая совсем никакая. Ну и ответим на последний вопрос, что общего между корейскими пидорамами и «Звездными войнами». Известно, что последняя трилогия выходила с отрыва по одному году. Для такой эпической истории – очень короткие промежутки. Тем более, что сценария для каждого последующего фильма писались и попали на бегу, с огромной оглядкой на реакцию фан-базы. Первый фильм хоть и имел бы спорную концепцию мягкой перезагрузки, но все же ощущался цельным произведением, а все остальное – винегрет из идей. Субтитры создавал DimaTorzok